Маршрут Берлинского Прайда не меняется уже несколько лет. Участники собираются около полудня на Ляйпсагерштрассе, чуть западнее Александрплац, проходят мимо Бундесрата, затем выходят сюда, в Шоннеберг, район, известный своими гей-барами, разворачиваются и по парку Сергартен выходят к Бранденбургским воротам. Начало шествия сегодня несколько подмочил сильный дождь, но сейчас, как можно видеть, уже распогодилось, некоторые даже успели обсохнуть, но все равно радужные зонтики сегодня в начале Прайда было видно гораздо чаще, чем радужные флаги или радужные вееры, как это было в прошлом году в жару. Тем не менее, людей в целом, кажется, пришло не сильно меньше, чем обычно. Процессия представляет собой растянувшуюся на многие сотни метров по перекрытым улицам колонну грузовиков-платформ с открытым кузовом и танцующими на них участниками. И по обе стороны от этой колонны все так же, насколько хватает глаз, все забито людьми самого разного возраста и гендера с радужной символикой, макияжем, значками, плакатами, самые разные фетиш атрибутики или вовсе голыми, поодиночке, парами и группами. За каждый такой значок, ленточку, флаг, плакат или зонтик в России с этого года в теории можно получить до 10 лет колонии, если такую демонстрацию экстремистской символики сочтут участием в деятельности международной экстремистской группировки. Вот какими впечатлениями от происходящего делятся участники Берлинского Прайда. Я думаю, что дождь не испортит впечатление. И мне кажется, важным нужно понимать, что Прайд — это протест. И независимо от того, какие будут погодные условия и ситуация, мы в любом случае останемся тут и будем быть гордыми. Останемся быть гордыми. Ситуация с ЛГБТ-правами у нас, конечно, объективно улучшилась. И в то же время полно течений, которые пытаются эти права отобрать. Так что нужно продолжать борьбу, особенно за права более уязвимых частей ЛГБТ-сообщества. Знаете, белые мужчины — геи, мы еще в сравнительно привилегированном положении. Я думаю, это все еще важно, чтобы повышать осведомленность общества об ЛГБТ. Мне нравится эта атмосфера свободы, нам нравится эта энергетика. Она очень позитивная, очень заряжает. Платформы, более полусотни, снаряжают общественные организации, политические партии и частные компании — от Мерседеса до Сименса и от партии левых до Евангелической церкви и Британского посольства. Традиционно отдельной платформой участвует и берлинская организация, помогающая русскоязычным ЛГБТ-беженцам — Квартира. Привезли 15 мам и пап, поддерживающих, из Армении, Грузии, Белоруссии, России. И знаешь, как будто вы это закон какой-то приняли, и у тебя испортилась атмосфера в стране. И у нас дождь прошел, и все такие, на срочно нужно переделать одежду, нужно переделать плакаты. Но надежда, что будет лучше, есть. И именно на них и надежда. В этом году с «Прайдом» совмещены еще и съемки короткометражного фильма о судьбе российских ЛГБТ-людей на фоне войны в Украине. Мы снимаем короткометражный фильм-мюзикл «I have to run». Он рассказывает историю о гее, который бежит из Москвы в Берлин из-за войны и из-за репрессий. И здесь обретает свой какой-то новый дом, встречает комьюнити. Сезон «Прайда» в Германии растянут не только на весь июнь, как в других европейских странах. Так, например, в Дюссельдорфе и Оснобрюке. Шествия прошли уже в мае. Берлинский «Прайд» традиционно проходит в последние выходные июля. В следующий уикенд 3 августа «Прайд» придет в Гамбург. А 10 августа намечены шествия во Франкфурте на Майне.